Вот уже два года соседка сверху периодически заливает Татьяну Иванову. Не один раз ей приходилось подставлять под струйку воды, тазики и ведра, а потом ремонтировать свою квартиру. Этот конфликт у меня с Пахмутовой Еленой Владимировной, которая живет надо мной, начался с 2016 года. Она в этот год меня то и дело топила. Я ее по-хорошему сначала поднималась к ней и говорила, Лена, ты меня топишь, Лена, ты меня топишь. Уберу, уберу. За это время Татьяне Борисовне несколько раз приходилось делать косметический ремонт у себя в квартире, что для бюджета пенсионерки весьма ощутимо. Сама же виновница никаких реальных мер для устранения причин потопов, видимо, не предпринимает. По словам Татьяны Борисовны, соседка сверху не пускает ни вызванных профессиональных сантехников, ни участкового. Изначально к нам обратилась житель, что ее топит сосед сверху. Наши слесаря выехали на место. После того, как выехали, сосед сверху не открыла дверь. То есть попасть в квартиру мы не смогли. Обследовав квартиру жильца, кого затопили. Ну, то есть пятна уже начинали подсыхать, потому что там незначительное подтопление было. Житель с нижней квартиры, то есть кого-то пили, попросила составить акт. То есть конкретно из-за чего мы потопили. Мы обследовали наши внутридомовые сети, то есть там никаких протеканий, ничего не обнаружено было. То есть все было в порядке. Последний раз коммунальное подтопление случилось 28 октября. В отчаянии Татьяна Борисовна позвонила в нашу редакцию. Как и рассказала пожилая женщина, соседка топит ее уже второй год. Наладить контакт не получается. В шесть часов утра она меня топит. Я поднимаюсь к ней, стучу. Верите или нет, я даже слова еще не сказала. Она мне не кричит. Дура психована, ты мне уже надоела. Я тебя сдам в психбольницу. Вот с этого момента у меня с ней пошли уже нехорошие отношения. По мнению специалистов, техническая возможность подтопления исключена. Недавно проводился капитальный ремонт внутридомовых сетей. И по тому причину следует искать во внутренней раскладке труб водоснабжения сверху. Но попасть в проблемную квартиру ни у кого не получается. Может быть, посмотрев наш сюжет, соседка Елена примет решение поставить точку в этой коммунальной битве. В противном случае сделать это придется органам правосудия. Директор управляющей компании порекомендовал Татьяне Борисовне обратиться по этому поводу в суд. Полина Харченко, Илья Жарков, Анна Хвостова, Максим Лобачев. Время новостей.